Стартует новая авторская программа «Рок-волна». Вести её будем мы, Владимир Михайлов или Дядь Вова рок-н-ролл, и Светлана Балыкина, наш очаровательный светильник. Юмор, музыка и даже чуть-чуть с философией. В прямом эфире радиостанции «Владимир. Новая волна» авторская программа. Проект посвящен одному музыкальному жанру рок-музыки, но во всех его проявлениях. Мы будем приглашать гостей, причём будем делать упор на местных музыкантов. И не только для того, чтобы представить их творчество. Мы будем с ними беседовать о том, какая музыка на них повлияла. Будем обсуждать новинки. Формат проекта позволяет обсуждать музыкальный материал в прямом эфире, причём со слушателями вместе. Для пилотного выпуска выбрали самый сложный жанр интервью. В гостях у «Рок-волны» были Алексей Барышев и Тимофей Копылов из Владимирской группы «Рекорд-оркестр». Я вам скажу так, «Рекорд-оркестр» — это группа с широкой подачей. Да. Музыканты рассказали о новом альбоме. Он получил название «Мир самых добрых людей» и вышел в середине апреля, удивив поклонников. Рофгруппа непривычным настроением. На альбоме «Мир добрых людей» подача очень довольно-таки сузилась. Просто нам хотелось записать альбом в едином ключе. И да, он получился такой на серьёзных щах, как некоторые говорят, с претензией какой-то. Но с другой стороны, здесь мы были честны сами с собой. Ведущие «Рок-волны» тоже музыканты. Владимир — гитарист. Светлана играет на домре. Рок уважают оба. Правда, свет этот жанр оценила недавно. Рок-музыканты, они довольно закрытые люди. То есть всё, что нужно, как они считают, они отдают на сцене. А вот именно в диалогах, именно в общении межличностном, они немножко люди закрытые. Но будем стараться их вывести. Может быть, какие-то остренькие вопросы позадавать. Программа «Рок-волна» выходит в прямом эфире на 107,9 FM по вторникам и четвергам с 15 до 16 часов. А те, кто не успел присоединиться к беседе вовремя, смогут послушать её в записи. Повторы проекта в субботу и воскресенье. Ольга Эльфимова, Екатерина Старикова, Андрей Беряков, Губерния 33. Субтитры создавал DimaTorzok